приветик всем давайте нарушим сакраментальную сакраментальный тезис иммигрантских видео и поговорим о чем-то кроме денег если вы заметите то все видео из америки вот сколько видео смотришь вообще все про деньги деньги правильно и вообще весь youtube забит видео деньгами деньгах уже так невозможно поэтому о чем я хотел поговорить я уже раньше ведь делал видео на эти темы ну например вот на тему вселенные миров да вот первый вопрос такой что а вот что я хотел сказать во первых то что я думаю вот вопрос можем ли мы понять наш мир то вот то что нас окружает человечество постоянно пытается это понять правильно вся наука она же ничего не придумывает то есть тот факт что например человечество сто лет назад узнала что скорость света 300 тысяч метров в секунду это не меняет тот факт что уже миллиард лет его скорость 300 тысяч метров в секунду не то что его скорость вдруг сто лет назад возникло то есть человечество практически ничего не придумывает она только изучает то что было вокруг правильно Вопрос. Если Вселенная... А, вот, фу, я сбился. Вопрос такой. Может ли человечество понять мир, который вокруг нас? То есть вообще понять, откуда всё это произошло? И ответ, мой ответ, нет. Потому что мы не способны. То есть мы не способны таким образом, как вот, например, если кошка, которая смотрит на звёзды, сколько бы она не смотрела на эти звёзды, сколько бы, вот если бы ты взял самого умного кота просто в мире и поставил его перед звёздами и сказал, что ты видишь? Он бы сказал, мяу, и всё. Почему? Потому что кошки не способны понять, что такое звезда. Просто им природа это не дала. Так вот, у людей то же самое. У людей есть лимит того, что они могут понять, и мир сделан так, что мы никогда не поймём его. То есть природа нас не наделила возможностью это сделать. Поэтому все наши попытки, они будут очень-очень примитивны. То есть, может быть, мы сможем понять что-то, но полностью понять или получить подтверждение этого невозможно. Ещё один пример это, понимаете, когда вот рыбка плавает в аквариуме, да, и она смотрит вот насквозь стекло аквариума и что-то видит, но понять, что там, она не может. Так вот, примерно потому что у неё нет возможности это понять. Вот, поэтому человеческое сознание, оно очень-очень лимитировано тем, что оно может понять. Ну, следующий вопрос такой. Например, говорят, что Вселенная возникла от Большого Взрыва, да, Big Bang по-английски. Вопрос, что было вокруг Большого Взрыва, да? То есть, если Вселенная в какой-то момент была размером атома, то что было вокруг неё? Если вся Вселенная кончается, то снаружи неё ещё что-то. Так вот, видимо, снаружи неё ещё один мир, насколько я это понимаю. Из чего мы можем заключить, что этот мир состоит из миров внутри этого мира. То есть, вся Вселенная внутри ещё что-то, внутри ещё что-то, и вот так до бесконечности вроде бы. И более того, миры имеют возможность создавать мир внутри себя. То есть, каждый мир, как можно высказаться, рождает ещё один мир. То есть, любой мир имеет способность рождать мир внутри себя. Вот чего-то внутри чего-то. Ещё интересно обсудить такую вещь. Вот мы, например... Ещё вот интересно, да, вот если посмотреть мир видеоигр, да. Во-первых, мир видеоигр, целый мир, целый виртуальный мир, в котором, в принципе, ты почти можешь находиться. Так что, можно сказать, что этот виртуальный мир был создан нами, внутри этого мира. А как работает, например, виртуальный мир, да? Виртуальный мир, он же не одинаковый, если вы подумаете. То есть, виртуальный мир, он мир, созданная копия для каждого человека отдельная. Правильно? То есть, вот человек играет в игру, компьютер создаёт тебе свою копию реального мира. Которым ты можешь быть чем хочешь. Причём, который не мешает другим копиям. Вот рядом с тобой сидит человек, он играет в эту компьютерную игру, то же самое. И в той игре он может быть, к примеру, президентом страны. И ты в своей игре тоже можешь быть президентом страны. Более того, по идее, если ты находишься внутри этой игры, ты даже не узнаешь, что это игра, это будет как виртуальная реальность, и что у второго человека есть ещё один мир. То есть, я о чём говорю? Что, в принципе, наш мир может существовать у каждого свой. Да, такое интересное понятие, потому что мы же воспринимаем мир вокруг нас как один, правильно? То есть, он один, единственный, в котором может быть только один вариант чего-то. А в принципе, может быть, много копий. То есть, как вот что-то вроде фильма «Матрица», где ты можешь стать кем хочешь, где хочешь. Вообще, многие американские фильмы прорабатывали это всё. Ещё, например, к сравнению видеоигр, можно посмотреть на нашу жизнь как на две вещи. На видеоигру или вещь, где ты контролируешь, куда ты идёшь. Или как кино, да? Вот мне кажется, что именно ближе к какой-то истине, можно сказать, именно теория кино. То есть, наша жизнь вокруг, как мы её видим, это чисто кино. То есть, мы в иллюзии того, что мы что-то меняем, но на самом деле, мы просто через наши глаза смотрим то, что происходит перед нами, как преднаписанный сценарий чего-то. Поэтому на каждую нашу жизнь можно представить, как будто мы сидим в кинотеатре и смотрим то, что происходит. С точки зрения какого-то персонажа, нас. Это вообще интересно, потому что от этого можно оттолкнуться. То, что сказал Шекспир, что вся жизнь игра. Может быть, он на это намекал, что вся жизнь кино. Каждый человек это... Ну, понимаете, если ты начинаешь говорить, что каждый человек актёр, то это уже воспринимается немножко не научно, а в смысле кино, в смысле искусства. На самом деле, именно вот как я уже говорил раньше, мне кажется, что существует только один вариант. По крайней мере, с нашей точки зрения. То есть, если исключить теорию того, что у каждого человека свой мир, потому что всё-таки, мне кажется, это не так. Хотя вот в видеоиграх именно это так. Но я уже обсуждал, что существует только один вариант вещей. То есть, всё предположено. И существует только один вариант того, как что-то может произойти, и никакого контроля ни над чем нет. В общем, попрыгал я с одной вещи на другую. Как-то получилось сумбурно. В общем, закончу видео вот чем. Тем фактом, что во Вселенной всё связано. Это ещё более поддерживает теорию того, что ничего случайного абсолютно нет у нас во Вселенной. И всё происходит из-за последовательности вещей каких-то. То есть, всё в этой Вселенной связано. И любая вещь имеет... В принципе, теория такая, что абсолютно любое какое-то изменение, даже мельчайшее атомное в одном конце Вселенной, имеет эффект и как-то связано с любым другим концом Вселенной. Там же вот изучали какие-то, я не помню, то ли кварки они были, я не помню, как это называлось, когда там две частицы показывали их связь. Причём на громадном расстоянии. Там, я не помню, разделяли две частицы, и одну половинку запускали куда-то там далеко. В общем, она могла быть где хочешь. И когда она меняла полярность, то вторая частица, которая связана с ней, тоже меняла полярность. То есть, какая-то между ними была невидимая квантомная, что ли, связь, которая, в принципе, доказывает, что это так. А если всё связано, то всё влияет на всё другое. Что-то в этом роде. Ну вот, и не следующий видео пока.